Друзья, всем привет! В эфире программа обо всем самым интересном и необычном, что произошло в сети Иннет. В сегодняшнем выпуске покажем вам бессмертного велосипедиста, объясним, почему в некоторых парках лучше просто гулять, а не кататься на аттракционах. А еще от нас куча лайфхаков, которые облегчат вам жизнь. А начнем мы с Великого потопа, который на днях случился в Екатеринбурге. Там под воду ушла одна из самых оживленных дорог – улица Шевская. Все было настолько плохо, что сотрудникам ГИБДД пришлось перекрывать движение. Миграцию маленьких подводных лодок, которые еще пять минут назад были автомобилями, наблюдали очевидцы. Непрекращающийся дождь превратил улицу Шевская в настоящую реку. Глубина приличная, у некоторых автомобилей полностью скрывала колеса. Чтобы разгул стихии не привел к массовым авариям, в ГИБДД было принято решение улицу для движения перекрыть. А все дело, как, собственно, и всегда, в неисправной ливневке. Странно другое. Местные жители прекрасно знают о том, что после дождя на Шевскую можно только на лодке выплывать. Но все равно туда едут. И противостояние вода автомобилей повторяется каждый раз. И всегда выигрывает вода. А вот для таких водителей не существует, наверное, никаких преград. Вот куда? Вот куда? Только посмотрите, что творит этот, с позволения сказать, безумный Макс на Ладе-Гранте. На огромной скорости он обогнал один автомобиль по встречке, второй по обочине, а потом вновь через сплошную ломанулся обгонять третий. Куда спешит этот товарищ, совершенно непонятно. Будем надеяться, что причина действительно резкая. Но что-то нам подсказывает, что водитель Гранты один из тех чудаков, которых потом соскребают со асфальта медики. Лишь бы с собой никого не прихватил. Будьте осторожнее на дорогах, друзья. Сейчас тема экологии стоит довольно острой. Ко волонтерам не стал только ленивый, а ученые всего мира бьются над тем, как бы снизить уровень загрязнения планеты. Но если есть герои, то должны быть и злодеи. Сейчас мы их вам покажем. Вот они, великолепная троица. Видимо, ума, чтобы захватить мир, пока не хватает. Поэтому гадят по мелочи. Под покровом ночи притащили на чистую и ухоженную детскую площадку три огромных мешка с мусором, рассыпали его, а потом еще и сфотографировали свою инсталляцию. То ли на память, то ли для отчетности в корпорацию зла. А если серьезно, более мерзкий поступок трудно представить. Будем надеяться, что действия хулиганов зафиксировала не только видеокамера, но и какая-нибудь не слишком добрая старушка. И руки у этих товарищей все-таки отсохнут. Вот мы все время жалуемся, что по некоторым дворам в Первоуральске невозможно ни пройти, ни проехать. Яма на яме и ямой погоняет. А вот жители Нижнего Новгорода своими ямами очень дорожат. Настолько, что даже отмечают их день рождения. У жителей дома 13 по улице Глеба Успенского долгожданный праздник. Сегодня ровно 30 лет исполняется яме, соседство с которой скрашивает жизнь всем и пешеходам, и автолюбителям. Уже два поколения нижегородцев испытывают сильные чувства по отношению к этой яме и к администрации Ленинского района, благодаря которой ямы рядом с живыми домами живут так долго. С юбилеем яму пришли поздравить все, кто с большим уважением обходил и объезжал эту влиятельную особу, обладающую особенной глубиной. Такое долголетие ям нередкость в Ленинском районе рядом с домом номер 13 живут и здравствуют еще несколько ям долгожителей. Все они передают привет городской администрации и надеются дожить до 800-летия Нижнего Новгорода. Администрации привет и респект. Не каждый мечтает, как они умеют. С юбилеем! Дай бог здоровья всем, кто причастен к долголетию. Чего-то теперь и жалко ее стало. Может, если будут ремонтировать, оставить ее, огородив и сделав почетную табличку? Про Челябинск сказано немало и шуток перешучено тоже достаточно. Но мы еще раз убедились, что в каждой шутке есть доля правды. И люди в Челябинске живут действительно суровые. Вот этот велосипедист пока живой тому пример. Он мчался на своем байке в потоке машин, видимо, задумался и на полном ходу влетел в восстановившийся на светофоре автомобиль. Головой разбил стекло и оставил нехилую такую вмятину на багажнике. Пока водитель соображал, что к чему, велосипедист схватил своего железного коня и был таков. Велосипедисты в Челябинске настолько суровы, что сами сбивают автомобили. Что делать, когда стоит прекрасная солнечная погода? Ну, разумеется, вооружиться всем необходимым и помыть окна, а то света Божьего не видно. Так и поступила пожилая жительница Брянска, которая трудится уборщицей в местной школе. Но вся ссорь в том, что окна эти на пятом этаже. Резвая старушка без страха и сомнения встает на подоконник и делает свою работу. За всем этим наблюдает местный житель, очень вовремя включивший камеру на телефоне. Он восхищен стальными нервами женщины, но все равно немного переживает. Сколько тут высота? Метров 20, наверное, да? 25 этаж. Бабушка выходит и заходит в окно. Невероятные смелости женщина. Именно такие коней на скаку останавливают и в горящие избы входят. Хотя после работы в школе, наверное, уже ничего в жизни не страшно. А вот и внучок отважной старушки, который живет в Новосибирске. Только для себя он выбрал более экстремальный подъем – мост. Забраться туда ему предложил зеленый змей. Предложить-то предложил, но покинул в самый ответственный момент. Протрезрев, мужчина понял, что он совсем не крут и надо бы спускаться. Самостоятельно не смог, пришлось вызывать спасателей. Они повздыхали, конечно, водрузили на голову альпиниста каску и своим ходом отправили вниз по лестнице. Теперь за такие дела придется заплатить внушительный штраф. Не меньше высоты теперь будут бояться и посетители парка Маяковского в Екатеринбурге. Там их отдых омрачил сломавшийся аттракцион. В итоге на высоте нескольких десятков метров людям пришлось висеть больше двух часов. Люди застряли на катапульте. Там что-то мужики мутят. Что-то привязывают кого-то, что-то делать будут. Чтобы вызволить пленников на место происшествия, приехали спасатели. До этого сотрудники парка пытались справиться своими силами. Но как ни старались, получилось плохо. Люди провисели в воздухе более двух часов. Как сообщила директор парка, после ЧП аттракцион закроют. Пострадавшим принесли извинения. А теперь, как и обещали, подборка самых лучших мастер-классов из глобальной сети. Сегодня научим, как превратить пакет с пакетами в произведения искусства. Как поймать рыбу, если под рукой только вилы. А еще узнаете, как скосить траву без газонокосилки. Если вам 30+, не нужно объяснять, для чего нужен пакет с пакетами. Но что делать, если вы настоящий перфекционист и бесформенный пакет вас не устраивает? Следите за руками и запоминайте. Несколько несложных манипуляций, которые осилит даже гуманитарий. И все готово. Теперь вы обладатель ящика с пакетами. Аккуратно разложенными пакетами, которым позавидует любой музей. Настоящее произведение искусства. А теперь лайфхак для тех, кто поехал на природу, а удочку оставил дома. Но зачем-то взял с собой вилы. Не теряйтесь. Берите садовый инструмент и смело прыгайте в воду. Рыба настолько обалдеет от вашей находчивости, что поймается буквально сама, даже без приманки. А вы мало того, что прослывете лучшим в мире рыбаком, так еще и сможете неплохо заработать на таком фокусе. Не благодарите. Болгарка, несколько проволочек, пара выдернутых из бородых от обыча волосков и шедевр инженерной мысли уже уничтожает траву на вашем приусадебном участке. Заметьте, работает такое приспособление не хуже нормальной газонокосилки. Но, на наш взгляд, все же совершенно небезопасно. Поэтому лучше потратьтесь на нормальный инструмент, а то вдруг ваш коэффициент везения ниже, чем у парня на видео. Какая первая мысль приходит вам в голову, когда звонит будильник? Скорее всего, это, ну, еще пять минуточек. Оказывается, эти волшебные пять минут, которые помогают выспаться лучше, чем за всю ночь, есть не только у людей. Вот оно, типичное утро. Вылезать из-под одеяла не хочется совершенно, но работа сама себя не поработает, а игрушки сами собой не поиграют. Но эти законные пять минут должны быть выспаны по полной программе. И ведь уже даже один глаз открылся, и понимание пришло, что не отстанут, поднимут и заставят что-то делать. Но все равно, еще пять минуточек. Ну, а раз уж все-таки подняли, получайте по полной программе. Ни один носок теперь не спрячется в шкафу. Такая уж у котов работа. Но если домашние коты предпочитают воровать носки из тумбочек, то крысы в одном из зоопарков пошли дальше и начали таскать еду у пингвинов. Почему на это не обращает внимание персонал, немного непонятно. Хотя, может, крысы это тоже обитатели зоопарка и просто гуляют там, где захотят? И едят, соответственно, тоже. Главное, чтобы в следующий раз пингвина не слопали. Вот и еще одни изобретательные воришки, которые, судя по всему, не испытывают никаких мук совести. Даже в тот момент, когда их поймали с поличным. Уж не знаем, в чем выгода тем двоим, что служат подставкой, но верхний обжор с собой явно невероятно доволен. А вот белке повезло. Ее угостили совершенно легально. Зверек попался умный и решил, что проще унести все сразу, чем бегать несколько раз. Да, у нас тоже возник вопрос, а не треснет ли морда? Но, как сами видите, нет, не треснуло. Все хорошо. Этот кошак не из тех, кто доверяет человеку покупать себе еду. Либо опять нежного кролика под французским соусом притащит, либо лосось, который уже поперек горла стоит. Проще уж самому взять деньги и сходить в магазин. Зато на ужин будет то, что хочется. А сейчас вы видите пример того, как человек, сам того не подозревая, вмешался в процесс эволюции. Только рыба хотела выйти на берег, задышать воздухом и со временем превратиться в какую-нибудь ящерицу. Так нет же, свалился на ее голову непрошенный спаситель. И ведь затащил обратно в воду. Теперь придется ждать, когда уйдет. И попробовать снова. На этом сегодня все. Присылайте нам видео событий, которые вас удивили, обрадовали или наоборот огорчили, в WhatsApp или группу телеканала ВКонтакте. А мы покажем их всему городу. Хорошего вечера, друзья. Берегите себя. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова